Друзья, всем привет, меня зовут Вида, добро пожаловать на мой канал, здесь мы пробуем новые продукты, обсуждаем, тестируем и так далее, поэтому добро пожаловать. Сегодня я в присвкушении, так как у нас будет новый бренд, я получила заветную посылочку. Бренд называется Half Magic, и его создателем является Донни Дэйви, и это визажист фильма, сериала, шоу, как хотите называйте, Эйфория. Я думаю, что если вы смотрели Эйфорию, или, ну, если вы визажист, вы знаете, какой просто ажиотаж вызвал макияж из этого фильма, из этих серий, куча тегов в Инсте, все пытались там что-то придумать, переделать, в общем, смысл. Смысл этого бренда в том, что это новые продукты, очень много блеска, очень много всяких подводок, глиттера, и что макияж это такая, знаете, игра, и что нужно быть собой и экспериментировать. И этот бренд для всех, он веганский, он очень яркий, очень самобытный. Давайте будем пробовать. Вот так выглядит посылочка, которую я получила, я ее открыла, тут называется все Half Magic, то есть такое, знаете, вроде как бы магия, а вроде и не магия, половинка магии, поэтому посмотрим. Я себе заказала два сета, один сет был губы, и второй был какой-то там макияж для глаз. И как бы там такая, знаете, есть функция, на сайте можно выбрать макияж, и тебе для этого макияжа отправят продукты, и есть несколько вариантов. И я выбирала не по макияжу, потому что я буду делать сама, что там хочу с этими продуктами, а именно по продуктам, потому что получается такой сет, и получается очень хорошая цена, такая небольшая скидочка. Итак, что мне пришло в сете? А, ну, во-первых, да, мне пришла очень красивая карточка тут с макияжиками, и с карточкой вместе пришла, пришел такой комплимент, заколочка. Значит так, у меня для глаз в сете были, пришли вот такие вот штучки. Это такие шипики для макияжа, они очень прикольные, я думаю, куда-нибудь их сегодня пристроим. Очень классная идея, их можно купить отдельно. Также покажу вам, что пришло у меня. А, пришел специальный пинцет для того, чтобы клеить бусинки. И мне, кстати, я когда увидела, что он в сете, я прямо его заказала, потому что мне нужен, у меня нету такого пинцета, я обычно беру щипчиками, ну, и тут, конечно, закругленные концы, очень удобно. Мне кажется, и резь не будет, им удобно клеить тоже. Ну, в общем, в таком чехольчике он, поэтому классно. Так, для губы у меня пришли Magic Brownie. Это помада для губ, называется Mouse Cloud. Ой, губное облако, друзья, что, конечно, мне очень приятно. В общем, облако для губ. Такой он муссовый, довольно-таки пигментированный крем для губ. У меня будут сегодня губы Medi войдут в чат, поэтому посмотрим. Ну, Medi, конечно, такая, она очень загорелая девушка. И на мне это все, конечно, будет смотреться на новый контраст. Не, ну что поделать? Ничего не поделать. Давайте я вам покажу карандаш для губ, который пришел в этом же сете. Что мне понравилось, что он двойной. Крутая идея. Я очень часто миксую карандаши для губ, светлые и с темными, чтобы максимальный был объем у губ. И мне кажется, вот эта идея просто бомба. Тут идут два цвета, потемнее и посветлее. Их можно там миксовать, можно ими там вырисовывать форму. Класс! Идея бомба. Очень они мягенькие. Их не надо точить, они выкручиваются, поэтому... Ну и такие они выглядят толстенькими, поэтому у меня, как всегда, вопрос. А вот когда ступится кончик наточенный, я буду рисовать себе губы бревном, что ли, опять? Глаза рисуем бревнами, губы рисуем бревнами, ну что такое? Ну, вообще посмотрим, не будем бежать. Впереди паровоза. И потом я заказала себе сет для глаз. И еще отдельно заказала себе какой-то блеск, в общем, тоже там для глаз. Я хотела попробовать все формулы продуктов для глаз, которые у них есть. Что хочу отметить, это упаковка, все было завернуто вот в такие вот бумажулечки. Я так понимаю, что это сделано для того, чтобы исключить... Тут вообще, в принципе, пластика нету, только вот сами упаковки, да? Никакой пластиковой упаковки, которая тут же выкидывается, вот этого всего нет. Ну, конечно, есть небольшие наклеечки пластиковые, но сами коробки все бумажные, поэтому, ну, это, конечно, что, похвально. Давайте посмотрим на продукты для глаз, которые я заказала. Я, конечно, с цветами не стеснялась, брала яркое. А что мне? Я люблю сорок и ворона, поэтому... Значит, что я взяла? У меня в сете были два продукта. Сейчас давайте их откроем. Был матовая зеленая формула, вот такая. Все они с очень удобными кисточками. Зеленый вырви глаз. Вот он. И был у меня вот такой вот фиолетовенький блеск к нему. Он такой, знаете, доохромный, такой зеленый, зелено-фиолетовый, но, конечно, больше, как фиолетовый. Вот такой вот. Товарищ, и я сама еще дозаказала. Это идет как подводка блестящая для глаз. Но у нее такая, знаете, очень прозрачная база, поэтому, конечно, ее либо как-то наслаивать, либо полупрозрачно наносить. Мне кажется, было бы лучше, если бы была такая же кисточка, как и здесь. И была бы просто, знаете, такой, типа, как тени блестящие. Я буду делать макияж новейной темой эйфории, конечно же. Не буду повторять никакие макияжи и от сериала, и не буду повторять макияжи сайта. Придумаем что-нибудь сами. А что, мы не можем, что ли? Конечно, можем. У меня уже сделано лицо, коррекция румяна. Я нанесла себе хайлайт, который видно просто из космоса, потому что будем сегодня блестеть, как не в себя, так как, ну, эйфория. Поэтому готовьтесь, товарищи. На глазах у меня есть база под макияж 24 часа. Обожаю ее. И есть между ресничками черным карандашом. Это мой такой, знаете, стартовый набор. Поэтому давайте начнем мы с вот этого продукта. С зеленым. Видите, он у меня, кстати, на руке начинает уже застывать. Он так, конечно, знаете, ложится довольно-таки пластилиново. Но я и нанесла его щедро. Поэтому я уже, смотря на руку, понимаю, что буду его наносить кистью и буду наносить тоненько, чтобы он там не потрескался ничего. Поэтому будем делать стрелку. Оливий Макис для стрел. Мак 209. Буду с руки набирать. Продукт наносится хорошо. Я не знаю, вам там вообще что-то видно. Он такой, конечно, цвет. У него за счет того, что он не сильно темный. Не сразу прям в глаза бросается. Но он такой прям практически неончик. Поэтому сейчас мы быстренько стрелочки. Прямо к виску. А что нам стесняться? Чуть-чуть поднаслою. Конечно, сильно наслаивать, я думаю, что этот продукт не надо. А то он застывает и может потрескаться, наверное. Давайте сделаем внутреннюю стрелочку тоже. Вообще продукт ложится очень хорошо. Прям такой кремик хорошо тянется. Нигде не застревает. Я нижнюю стрелочку вот так вот ввожу прям в ресницы снизу, чтобы прям такой был кошачий взгляд. Вот тут вот пространство оставляю пустым. То есть у меня внутренняя стрелка выходит. И тут как бы из середины глаза стрелка выходит. Давайте сейчас фиолетовый куда-нибудь. Куда мы? Под глаз фиолетовый. Давайте под глаз фиолетовый зафигачим. Вот. Сюда. Знаете, я хочу, наверное, вот прям вот снизу поддублировать свой уголочек клювик. И вот сюда тоже поддублировать блеском стрелку. Потому что поинтереснее, мне кажется, может это все дело выглядеть на кисточку. Вот такая пока история получается. Конечно, когда выводишь все это дело, то работаешь с руки и смотрите, да, ну как бы продукт застывает, пока работаешь. И нужно набирать новый, 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 то есть такой расход увеличивается. Так, вот первый слой застыл, и я добавила второй. И смотрите, этот фиолетовый, он как бы потемнее, немножечко зеленого получается. И у меня хотя бы видна стрелка. Вот такой вариант получается. Мне хочется добавить немножечко коричневых теней в складочку. Это вот цвет blend. Такой светленький, в меру тепленький, чтобы чуть-чуть тенем не было. Если у вас очерченная, очерченная, выраженная складка века, то это такой этап, знаете, необязательный. Я люблю, потому что у меня нависшая века. И мне, конечно, это добавляет выразительности взгляда. Вот, смотрите, видите, да, как бы глаз сразу, вот тут выглядит немножко таким плосковатым, а тут сразу появился объемчик. Кистой кистью границу подтушу, просто смягчу все это прямо в дымку. Давайте теперь возьмем зеленый глиттер. Он идет сразу с более-менее тоненькой кисточкой. Ну как тоненько, вы знаете? Вот я сейчас линию провела, но смотрите, да, то есть не совсем уж прям так и тоненько, поэтому я сейчас, конечно, попробую подвывести что-то, что-то ей, но скорее всего полезу тонкой кистью делать. Я хочу вывести вот сюда вот такую стрелку вверх из угла. Что-то я боюсь, мне кажется, он выглядит так, смотрите, так толстенько. Давайте-ка я кистью сразу начну, а то я сейчас запарю. Вот так. И другую сторону. Я не понимаю, зачем делать у этого подводка, но смотрите, действительно, какой толстый получается, какой толстый получается кисть. То есть, ну, и то есть, надо поднаслоить кончиком, наверное, конечно, можно. Ну, знаете, такой получается, ну, такой, знаете, червячок. Блин. Так, я все, я уже пожалела, она утолщает мою линию, а мне этого не надо, поэтому будем рисовать кистью. Так, он чуть-чуть сам себе подснимает, поэтому я подожду, пока этот слой просохнет, и потом еще добавлю второй слой. Что я еще хочу сделать? Мне не хватает немножечко фиолетового, поэтому я вот сюда добавлю фиолетовую стрелочку, вот прям из, выведу из складки века, вот сюда соединить с нижней фиолетовой стрелочкой, потому что, а почему нет? Вот. Кажется, что эта стрелка четче, чем эта, но так как это блестящая форма, а так просто свет падает. Поэтому, конечно, такую графику я люблю делать матовыми тенями, но которые чуть-чуть потемнее, потому что вот светлые матовые не видно, блеск, он так, знаете, все зависит, как свет попадет. Ну, вот эту блестящую стрелку, конечно, очень сложно вывести в кончик, в тоненький, потому что прозрачная база, но вот так вот я настояла, мне кажется, выглядит, кстати, прикольно. Я вообще не понимаю, видно ли зеленую стрелку, потому что, конечно, больше всего видно фиолетовую, но так, в принципе, у меня такой какой-то, знаете, майский жук получился. Давайте сейчас добавим ресницы, я подключу ресницы, добавлю тушь, и потом наклеим шипиков, и добавим губы. Я добавила ресницы в тушь Макс, так, от Мак, я обожаю. Что хочу сейчас сделать? Мне немножечко хочется добавить телесного цвета, вот просто поверх века, вот тут, чтобы как-то его больше чуть-чуть подосветлить. И я для этой цели просто обожаю тени от Мак, они в линейке Power Kiss, называется Best of Me. Они просто в цвет кожи, и они убирают, там, знаешь, если есть какие-то там покраснения, какие-то венки, вот прям, и чуть-чуть осветляют. Но выглядит это так, как будто просто отфотошопленное веко. Я ими очень часто пользуюсь, когда оставляю веко, ну, якобы пустым. Но оно, конечно, не пустое, оно у меня вот с этими тенями. Чуть-чуть, видите? Я потёрла стрелку, вот, отвалилась блёстка, но сейчас-то подправимся. У меня пока слизистая, пустая. Мне хочется в слизистую добавить какой-нибудь карандаша. Вы знаете, конечно, его нифига не видно, поэтому мы пойдём сейчас ва-банк, и мы вот этот зелёный цвет на прям слизистую. Вот так выглядит карандаш слизистый, выглядит ярко, выглядит красиво. Сейчас я проморгаюсь. В принципе, посмотрим, если он будет там нормально сидеть, то так-то, конечно, хорошо выглядит он. Так, давайте добавим немножечко шипиков. У меня есть такие, они есть серебряные, и есть какое-то розовое золото. Ну, давайте, наверное, серебряные сюда сделаем, потому что розовое золото что-то как бы я особо вообще не вижу. Вот так. О, так уже посыпалось. Вот так это всё выглядит в коробочке. Давайте наши щипчики. Буду я это делать на клей для ресниц. Хочу во внутренние уголки поставить, а там посмотрим, будем ещё куда-нибудь, не будем, куда-нибудь ещё. Слушайте, ну, прикольно, конечно, эти шипики. Ну, и просто хочется, конечно, везде их сейчас поднатыкать. Очень классно. Мне хочется себя приклеить под бровь, как будто у меня пирсинг на нос. Просто я одна наклеить пирсинги. Ой, слушайте, сделаю ещё себе этот над губой. А чё нет-то? А чё нет-то? Кто мне запретит? Так. Не падай. Ну, как мне? Ну, наверное, конечно, ну, можно на Амазоне, знаете, найти такие, и потому что у них такой ценник, я не помню, сколько там стоит вот эта пачечка, но я не могу сказать, что это прям, ну, то есть там не 2 доллара. Смотрите, прикольно. Ой, мне нравится. Ой, мне прям очень нравится. Как красиво. Давайте сейчас накрасим губы. И начинаем с тёмного цвета. И буду обводить весь контур. Ну, ложится карандаш, конечно, очень мягко. Это прям браво. Теперь берём светлый цвет и им будем... Я просто... Я выгляжу как конкретная чёлла сейчас, конечно. Просто жена-бандита. Я сейчас буду светлым карандашом подтушевывать границу тёмного. Убрать такой контраст. Так. Помада очень комфортная, кстати. Такая, как суфле. Слушайте, ну, с карандашом, кстати, помада выглядит прям красиво, потому что помада чуть-чуть посветлее, карандаш чуть-чуть потемнее. У меня я добавлю вормсол от Мак. Он как раз такой сияющий. У меня чуть-чуть света, но тут борщить нельзя, потому что у нас губы, глаза, всё там есть. Так, я в камеру смотрю, а в зеркало не смотрю. Ещё в зеркало. Ух, сказала я, борщить сказала я не надо. И, как всегда, вот просто получились все вам свотчи. Наши зелёные блёстки красивые. Карандаши для губ. Они идут два в одном. И помада. Она такая матовая суфле. Очень комфортная на губах. Кстати, мне кажется, она совсем прям застывать не будет. Наверное, так чуть-чуть, знаете, подстынет. Вот такой получился образ. Мне кажется, красиво. Конечно, тут всего понамешано. Три разные текстуры. И тут блёстки, и шипики, и стрелки. То есть, такой образ получился очень смелый. Очень такой, знаете, бунтарский, я бы даже сказала. Совсем не классический. Но мне такое нравится. Мне такое нравится. Я такого не стесняюсь. Я вот так вот сейчас пойду в ресторан на ужин с подружкой. Поэтому я спокойно с такими образами могу жить, существовать. И мне такое нравится. Но, конечно, это совсем не классическая история. Потому что очень много блёсток. Очень много разных красивых текстур. Конечно, это такой бренд. И продукты нацелены на эксперимент. На какой-то артистический вызов. И поэтому мне это импонирует. Давайте приступим ко второму образу. На мне уже есть тон, консилер, коррекция, немножечко румян, брови, короче, всё есть. Просто на глазах у меня 24 часа база от MAC. И также я вывела стрелку внутреннюю и внешнюю подводкой от MAC. Low Light. Она такая очень тёмно-коричневая. Она мне выглядит практически чёрной. Я уже сто раз показывала, как я рисую стрелочки. Поэтому сегодня уже нарисовала так сама. Добавлю чуть-чуть тень в складку. Это будут тени Malt от MAC. Очень такой холодненький оттенок. Прям чуток. Чуть-чуть мне дать тень такую. Так, теперь нанесём тени Half Magic Chrome Addiction в оттенке Spirit Guide фиолетовенький. Хочу прям вот на всё подвижное веко и растушевать. Так как мы с вами стрелки рисовали в первом макияже, а тут хочется посмотреть, как он в тушёвке. Так, схватывается быстро, поэтому ой-ой-ой-ой. Так. Знаете, сложновато вот растушевать границу, потому что ну, во-первых, это, да, шиммеры всё-таки. Шиммеры всегда, знаете, их начинаешь тушевать. Вот особенно которые жидкие, они такие. Тушёвку сложно мягко сделать, но сейчас я практически справилась с удачей. Вот тут начала поднасваивать, и у меня такая, знаете, дырка протерлась. Зачем она мне-то не нужна? Так, ну всё, слушайте, ну симпатично получилось. Сейчас сюда добавлю. Знаете, вот так получается, симпатично. Мне нравится, очень красиво переливается. втушевывать немножечко сложно, но в принципе нормально. Сейчас дадим подвысохнуть ему. Вот здесь я чуть-чуть добавлю, потому что нужно чуть-чуть поднаслоить, потому что иначе он такой, знаете, чуть-чуть дыры в нём появляются, как будто. Сейчас хочу чуть-чуть ещё вот этих же теней, которых я в складку добавляла, добавить на нижнее веко. Единственное, что начинает немножечко скатываться в складки продукт. Видите, вот где я моргаю, вот тут. У меня складочка уже там дыра. Хочу добавить сейчас карандаш. Фиолетовенький добавлю. Это у меня от Morphe называется Face. Сейчас покажу вам цвет. Вот такой вот он на руке. Конечно, красивый. Так красиво, но я была бы не я. Не хочу добавить вот этих блёсток просто поверх. Конечно, может быть это ошибка, но а может и нет. Начну с серединки и я хочу это сделать пальчиком, потому что кистью получится слишком тонко, что... Ну, у меня ещё такое сочетание, знаете, фиолетово-возвелёным, поэтому нужно быть осторожным. Так, чуть-чуть блёстка мне там дыру уже проделала. Так, короче, блёстки проедают дыру в этом фиолетовом креме. Причём, видите, я очень деликатно пальцем ничего не мажу, но мне кажется, это формула, она просто разъедает. Смотрите, раз дыра, два дыра. Сейчас попробуем сверху поднамазать. Ну, это, конечно, такое, знаете, не очень бы, хотя, это, конечно, как подводка заявлена, но если бы я, например, сверху рисовала этих теней вот подводку, да, блестящую, то тени все бы тоже уехали, поэтому, ну, такое. Ну, вот так я оставлю, больше не буду трогать, знаете, пускай так будет. Чуть-чуть я хочу добавить зеленцы под глаз, вот так. Конечно, пока эти блестки застывают, лучше вообще не моргать, не дышать, не жить просто на 10 минут. Ну, что это такое? прям подсушить, потому что я чувствовала. Еще, кстати, я еще вот вчера заметила, когда делала первый макияж, вот эти блестки, когда их прям вот так вот намажешь, они как будто подщипывают чуть-чуть кожу. Прям, знаете, такой, вот, слеза, слеза, то есть прям там чувствуется такое небольшое жжение. но вчера я на верхнюю складку наносила их и вечером я смыла все без проблем. Самый сложный продукт было смыть вот эту вот матовую штуку. Блестки смылись нормально, матовую штуку прям пришлось с ней поработать, немножко специальным маслом снимать. Видите, что происходит с блестками? То есть они как бы съезжают вниз. То есть, видимо, что ли, формула может быть такая прям, знаете, жизненькая, но это вообще это что происходит. Смотрите. Нет, ну это как бы то есть нужно наносить прям тоненьким слоем, ждать пока высохнет и потом дублировать, потому что ну ладно, давайте где там тушь у меня. Я накрасила тушь, еще добавила чуть-чуть блесток, потому что они у меня чуть-чуть подскатались и как-то разлезлись. Короче, не очень это все выглядело. Они еще под очень жиденькая такая формула и они, знаете, сползают там вниз, вниз, вниз просто, знаете, на щеку под, видимо, гравитация, короче, играет свою роль и так как жиденький продукт, он просто потихонечку мигрирует вам прям под глаз и то есть в идеале конечно нужно просто знаете ложиться как этот трупак просто по шавасану, короче, накрасились, ложимся в шавасану и сушим вот так вот. Я, конечно, от этого не в восторге, ну что. Короче, я думаю, что я вот на таком варианте макияжа остановлюсь. Что еще мы не сделали, я не попробовала матовую формулу в тушевочке, поэтому третьему образу быть. Сейчас я закончу этот, будут сегодня те же губы, но я хочу накрасить лайнер для губ, которые посветлее. Вчера я использовала оба, темные и светлые, сегодня буду использовать только светлые. Так, обвели наша помада. Я забыла вам сказать просто все оттенки. еще, вот этот оттенок зеленый, да, как он называется? Ну, там один зеленый, вот эта подводка, я даже на баночке и оттенок-то нету. И зеленый оттенок, который матовый, который вчера мы использовали, он называется Chroma Diction Wear Alliance. Так. Очень приятный продукт для губ, он реально, он называется Mouse Cloud. у меня в оттенке Magic Brownie, он прям очень мягкий, он действительно чувствуется, как вот облачко на губах, очень мягко. Вот такой, более мягкий вариант губ, не такой темный. Слушайте, ну я прям, мне, я удивлена, насколько мне понравился цвет и продукт вот для губ. Формула классная, мне казалось, что мне с таким цветом будет не очень, он слишком темный, но видите, я вчера его наслоила, сегодня вот так его растушевала и выглядит красиво. Мне сейчас нужно, хочу добавить чуть-чуть пудры, закрепить. Так, блестки у меня, ну видите, как вот они прям за складочку, чуть-чуть, но я уже их трогать не буду, как бы, как есть, так есть. Будет такой, немножечко, знаете, гранж-хиппи вариант, типа, подразмазалась, чуть-чуть, но так и надо. Но, конечно, но это не критично, это не критично, но как бы все равно, не особо приятно. Слушайте, я просто обожаю эту пудру, смотрите, какую красоту она делает. И самое главное, что под глазами вообще просто ноль текстуры, то есть не видно пудры, она не сушит, просто моя любовь. Любовь похожая на сон. Так. Все. Готово. Мне, конечно, не хватает чуть-чуть румян. Ой, меня посетила идея. Тут же к исполнению. И прям набухать, знаете, чтобы сейчас вот прям, давайте попробуем. Вот вам румяна. Я чуть-чуть закреплю свою коррекцию пудрой Hourglass от Dim Light. Так, все, осталось у меня закрепить спреем. Я нашла новый спрей, очень классный. Это спрей от Supergoop. Это вообще бренд санскринов. Я взяла их попробовать сет, четыре разных санскрина разных, и в нем был вот этот вот спрей. И я буду брать полный размер. Он называется Resetting Refreshing Mist. То есть такой освежающий мист. Нужно его взболтать, но что классно, в нем есть SPF 40. И я постоянно на солнце. У нас лето, жара там плюс 40. Поэтому я его вот в течение дня, так как я, у меня единственный вариант, либо пудра с SPF, либо крем, чтобы, ну, у меня макияж не плыл. Ну, в общем, вот такой вариант макияжа сегодня. Поближе вам покажу. И будет еще третий образ, поэтому до встречи, наверное, завтра. Смотрите, как красиво. Красиво. Давайте начнем третий образ. На мне уже все есть, кроме губ и румян. На глазах. Как всегда, у меня межресничка, сегодня коричневым цветом. И 24 часа база от MAC. Сегодня у нас последний макияж с этими продуктами. И я хочу попробовать матовую текстуру и растушевать ее, так как мы уже пробовали ее в качестве стрелки. У меня вот такой зелененький цвет. Буду сегодня с зелеными смоки, короче, ходить. Поэтому давайте вот нанесем. Я с руки буду наносить на кисть. Цвет называется We Are Aliens. И продукт называется формула Chrome Addiction. Тушуется. Он, кстати, неплохо тушуется в такую светлую дымочку, потому что вот тут у меня я побольше цвета наложила, вот тут я подтушевала. Ну, как бы, пока что неплохо. Ну, красиво получается. Кстати, он растушевывается в такой более желтый. Когда наслаиваешь, он выглядит, конечно, более зеленым. И получается, выглядит как будто растушевка желтым сразу. Как будто несколько цветов уже в макияже есть. Ну, прикольно. Знаете, вот я сейчас посидела, пока растушевывала второй глаз, и потом смотрела вниз, у меня как будто вот центр вот тут вот залип, то есть кожа начинает прилипать. И такие, знаете, как будто, как чувствуется на веки продукт, сложно немножко моргать. Мне кажется, потому что он водостойкий, он начинает схватываться, и он как-то может быть, ну да, знаете, он липкий, и поэтому начинает залипать. При этом ничто не, никуда не убегает, нигде не размазывается, но такое ощущение не очень приятное. я буду закреплять это все тенями, я всегда закрепляю продукты такие кремовые тенями, и как раз это все дело уберет мне липкость, чтобы я могла нормально моргать, там, а не, знаете, отклеивать свои веки от своих же век. У меня будут тени от Colourpop в оттенке Fruit Punch Супер Шок Шарю. Тут, конечно, просто блеск на максималках, да еще какой, он такой, знаете, салатовый, вот он, свотч, чуть-чуть он посветлее получается, но когда на базу, если вот, да, нанести, очень красиво, дает такой блеск. Так, вот так, поярче цвет стал, давайте сделаем второй глаз. Попробую добавить вот скульптор, который я сегодня использовала от Mario, сухой, я использовала кремовый, потом закрепляла сухим, вот этот я попробую добавить чуть-чуть в складку, он такой похолоднее, немножечко посмотрим. Хочу добавить еще какого-нибудь цвета, наверное, вот цвет Zest возьму из палетки Наташи Диноны, он такой тоже ярко-зеленый, хочу его, наверное, во внутренний уголок попробовать сейчас, посмотреть, как он там туда сядет. Ну вот, ну хорошо, в принципе. Сейчас вот эту, ну ее. О, слушайте, красиво. Я себе сегодня делала коррекцию вот тут, вот знаете, по спинке, поэтому я, конечно, тени свои увожу чуть-чуть вперед и повыше, такая, знаете, иллюзия большого века. Вот так. Смотрите сразу, как этот глаз подоткрылся, этот подсветлее, а этот такой маленький сидит пока еще. Так, вот такая история. Мне хочется еще добавить чуть-чуть какого-то блинка, я добавлю цвет лимончелло, он такой прям светлый какой-то, серебристо-желтый по центру, очень мягенько, потому что я совсем прям выбеливать не хочу. Посмотрим. Ой, да, смотрите, и прям пальчиком, наверное, подтушую, прям близко к ресничной линии. Смотрите, какой блик появился, тоже прям вот тут над глазом. такой очень хороший прием, если у вас еще нависающая века, но чуть-чуть видно складочку, прям чуть-чуть видно подвижное веко, и когда вы моргаете, то есть вот это, видите, как сразу мне кажется, что вот этот глаз больше, чем вот этот вот. Из-за этого блика, и когда вы моргаете, этот блик, он тоже прям очень хорошо, прям чуть-чуть, можно хайлайтером, можно этот прием в повседневный макияж, тоже вот тут, чуть-чуть блик, смотрите, как сразу открылся глаз. Не знаю, что мы будем делать снизу, зелени бухнуть больше, или вот, не знаю, наверное, я... Давайте я добавлю чуть-чуть скульптора по нижнему веку, посмотрим, как это будет выглядеть. Снизу чуть-чуть зелененького тоже добавить, но давайте уже бухнем, так, и закрепляем тенями. Сначала у нас идет Colourpop, та же самая схема снизу, Colourpop сейчас, так, Zest, пошел, во внутренний уголок попробуем его сейчас, оп, смотрите, как красиво, сразу такой высветленный угол получился. чуть-чуть, чуть-чуть давайте, лимончелло, вот этого светлого оттенка, золотистого, прям в центр, вот так вот, добавляю ресницы в виде туши, мне будет макс так, сейчас подключу, и добавлю тушь, и к вам вернусь. я сделала ресницы, смотрите, мне нравится, для лета, для весны самое то, мне хочется добавить румян, я добавлю румяна Valentino, это оттенок четвертый, очень они мне нравятся, хайлайтеры я тут особо не хочу, у меня в принципе румяна немножечко, у них есть такой, знаете, блеск, чтобы сильно не борщить, так как у меня фокус на глаза, и сегодня я хочу, губы мы уже перепробовали, но я хочу сделать просто карандаш, наверное, на все губы, давайте вот так попробуем, начнем с этого светлого, мне вот этот цвет приглянулся, смотрите, как симпатично получилось, прям совсем такие губы, нюд, немножко они как будто теряются, поэтому что идет в ход, в ход идет, карандаш потемнее, прям совсем легонечко, по галочке, и снизу, в уголки, смотрите, какой объем, просто объем, тафт, три погоды у меня на губах, поэтому, можно оставить так, можно добавить чуть-чуть блеска, еще поверх на губы, давайте так оставим, вот, в принципе, образ у нас готов, сейчас мы это все дело закрепим, закрепляю я супер губом, так как у него есть 40 SPF, я сейчас выйду на солнце, жару, такие у нас сегодня получились яркие smoky eyes, мне нравится, давайте обсудим все продукты, которые я использовала в трех макияжах, значит так, начнем с продуктов для глаз, вот зеленая формула матовая, называется Chrome Addiction, написано, что можно ее использовать, как краска для глаз, и лайнер, мы использовали двух вариантов, мне понравилось, как подложка под тени, очень красиво, держатся тени, как убитые, просто их прямо вечером, довольно-таки сложно смывать, я помню, я когда делала себе стрелки, я их смывала, я там стояла под душем, все смыло, у меня все смылось, стрелка была просто идеальна, мне пришлось отдельно наносить на нее, как бы растапливать специальным продуктом, который смывает макияж водостойки, так что имейте в виду, если вы берете эту формулу, знайте, что вам нужно будет чем-то ее смывать, чтобы у вас это было, вот, поэтому цвет мне понравился, хорошо тушуется, в виде стрелки, выглядит красиво, но именно этот цвет, немножечко такой он светловатый, и мне пришлось пару раз его прям поднаслаивать, чтобы было более-менее его видно, но это не проблема формулы, это просто проблема как бы цвета, да, потому что он очень близок к цвету моей кожи, вот, мне понравилось, знаете, я посмотрю еще на другие цвета, как подложка, отлично, как стрелка тоже неплохо, немножечко, немножечко выглядело суховато, но это я уже так, знаете, придираюсь, поэтому вот этому продукту прям 10 из 10, хорошо, так, вот к этому дружку, он называется Chroma Diction, точно так же, как и этот, Chroma Diction Spirit Guide, и опять же, его можно использовать как лайнер и как тени, я как лайнер его использовала в первом макияже, как тени использовала вчера, цвет безумно красивый, дохром, переливается, блестит, я вчера с ним пошла на работу, и, конечно, я столько комплиментов получила, мне все спрашивали, что это, что это, что это, вот, а единственный у меня вопрос к формуле, по наслаиванию, начинаешь наслаивать, немножко начинает продукт съезжать, знаете, как будто он такой, знаете, сам себя немножечко смывает, и когда наносишь одним, вот, вторым слоем, он, как бы, неровно ложится, то есть, вот даже я на руку нанесла, видите, какие-то, как дыры, полудыры видны, какие-то, вот тут комки, то есть, начинают, то есть, нужно с ним так, знаете, попариться, в виде стрелки, с ним проблем никаких не было, он держится не так хорошо, как вот этот продукт, смывается адекватно, но у меня не потек, ничего, то есть, в принципе, он очень комфортный, в носке, и в том, как его смывать, в демакияже тоже, но вот эта вот проблема с наслаиванием, и с, так, с плешивостью, она есть, я, как бы, конечно, его усмирила вчера, и, когда я его носила, у меня проблем с ним никаких не было, и выглядело это нормально, но, и прям, если просматривать, знаете, близко к зеркалу вот так смотреть, то, я-то просто еще помню, где у меня там были проплешины, с которыми я парилась, то было, как бы, мне было все равно видно, поэтому, знаете, цвета красивые, вот ради цвета, мне кажется, можно пострадать немножко, но с ним, конечно, нужно будет немножечко попариться, еще один продукт, вот эта подводка, мне он понравился, очень красивый цвет, очень красиво, безумно блестит, давайте, а что мы его, давайте его сюда еще добавим, чуть-чуть, вот так вот, вот так, у меня есть большой вопрос к этому продукту, потому что к цвету вопросов нету, и к блесткам, как они красиво блестят тоже, но он такой жидкий, я вчера его мазала под глаз, и он у меня просто два раза вот так слизал, чуть ли не на щеку, то есть он начинает бежать, то есть его нужно прям, очень тоненько наносить, и несколько раз наслаивать, но у кого есть на это время, потому что, если ты его тоненько наносишь, то там как бы, ну, блесток получается, вот, то есть как бы, ну, кот наплакал, да, и это наслаивать, а если нанесешь много, он начинает бежать, поэтому имейте ввиду, также я его наносила пальчиком поверх фиолетового оттенка, и смотрелось очень красиво, вот эти вот зеленые блестки, поэтому как топпер, классно, как подводка, что он так и заявлен, ну, вот, когда я делала подводку во внутреннем, во внутреннем веке, то есть как бы нормально, но если под глаз, то, не знаю, мне кажется, он немножечко слишком жидковат, был бы немножечко поплотнее, не бежал бы, было бы прям классно, еще у меня вопрос к щетке, если делаете щетку для подводки, можно ее сделать потоньше, потому что опять получается какие-то бревна, то есть либо дайте мне лопаточку, как для теней, либо дайте мне очень тоненькую щеточку, как для подводки, потому что вот этим рисовать сложновато, я выводила тонкой кисточкой, и прям кончиком чуть-чуть добавляла цвета, ну так как бы тоже опять же цвет классный, стойкость хорошая, к формуле вопросы небольшие, так и карандаш, карандаш для губ мне понравился, мне очень понравилось, что в нем есть два цвета, их можно миксовать, смотрите, какой просто богический объем получился, он стойкий, им очень удобно работать, он очень кремовый, вы знаете, опять же мне конечно бы хотелось бы, чтобы он был потоньше, потому что опять рисуем губы бревнами, но в целом и в общем, мне карандаш понравился, продукт для губ, который у меня был коричневый, в двух первых макияжах, мне понравился, он называется Mouse Cloud, он у него очень мягкий финиш, такой он прям действительно чувствуется, как облачко на губах, прям хочется ходить, и вот так делать губами, насколько мягкие какие-то вельветовые губы получаются, цвет мне понравился, я не особо этого ожидала, но очень красивый такой коричневый, немножко темноват, но такой очень красивый, стильный коричневый нюд, его можно наслаивать, его можно чуть-чуть подтушевать, держится он как кремовая помада, потому что он до конца не садится, все-таки до конца не высыхает, остается кремовеньким, поэтому когда вы начинаете там есть пить, он сходит, нужно поправлять, но у меня с этим проблем нету, но какой-то там мега стойкости от этого продукта не ждите. Ну, в общем и целом, в принципе, у меня неплохое впечатление от бренда, цвета очень классные, все выглядит красиво, некоторые формулы, мне кажется, по моему мнению, нуждаются в доработке. Но вот такой вот обзор, как вам все мои три образа, есть ли у вас любимые образы из этих троих, какие вам больше понравились, и, пожалуйста, комментируйте, задавайте вопросы, хотите ли вы попробовать этот бренд, слышали ли вы вообще о нем, смотрели ли вы A4EU, и спасибо, что вы были со мной, а до скорых встреч, пока-пока!